Всем привет! Александр Майоров, руководитель школы английского языка в Пушкино. Пожалуйста, присоединяйтесь. Идёт программа под рабочим названием «Новогодние чтения». Это у нас программа выходит регулярно каждый год. Погодка, что называется, сиди дома у компьютера, грейся. Вот мы это и делаем. Читаем, повторяем за носителем, ну и пытаемся поддержать свой английский. Читаем книгу Грэма Ханккокер «Fingerprints of the Gods». Следы богов. Не знаю, насколько это совпадает с вашими интересами. Тем не менее, let's get started. Поехали. Chapter 34. Mention of Eternity. 34 глава. Mention of Eternity. Вечность. А вы когда-нибудь забирались на пирамиду ночью при возможном аресте за это событие, когда все ваши нервы в напряжении. Это крайне тяжёлое занятие, особенно когда это касается Великой Пирамиды. И тем не менее, хотя... В верхушке пирамиды не существует, её размер 31 фут. Тем не менее, платформа, которая вверху на пирамиде, она на расстоянии 450 футов от земли. It consists, moreover, of 203 separate courses of masonry, with the average course height being 2.25 фут. И, тем не менее, пирамида состоит из 203 раздельных кладок, и каждая из кладок составляет высоту примерно 2 с четвертью фута. Но средние статистические цифры вам ничего не скажут. Это я понял после того, как мы начали восхождение. И кладки, как оказалось, они неравной высоты, неравной глубины. Они сами с некоторой кладки составляют высоту примерно до моего коленя, другие почти достигают груди. И все это составляет значительные трудности восхождения. И, в то же время, Горизонтальные ступеньки, они очень узкие и часто шириной всего лишь 1 фут. И многие огромные блоки из весняка, которые казались снизу такими прочными и солидными, на самом деле рассыпающиеся сломанные камни. И примерно после 30 кладок восхождения Санта и я, мы стали понимать, во что же мы ввязались. Наши мускулы болели, колени и пальцы не сгибались, все были покрыты синяками. А мы всего лишь навсего на одну седьмую часть пути взобрались. И до вершины еще оставалось примерно 170 кладок. Еще одно обстоятельство, которое очень сильно пугало, это вертикальное падение, вертикальная открывающаяся дыра внизу у нас. И смотря на размытые очертания, линии юго-восточного угла пирамиды, я начал понимать, насколько высоко мы уже забрались. И я начал представлять, как легко было бы сорвать, и падать вниз головой, каблуками вверх, как это делали Джек и Джилл. Падая и ударяясь о громадные камни пирамиды, breaking our crowns at the bottom и разбивая наши короны внизу. Ну, 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 я думаю, это все за сегодня. Смотри, опять же и опять. Thanks for listening. Thanks for being with me today. Bye-bye, Алекс.